Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить амнезию. Опять время 2 часа ночи, и значит нам будет очень весело. Остановились мы на том, что убежали через эту дверь, открывая какой-то, блин, хирургической иглой от какого-то, блин, невидимого монстра, но очень вредного, я бы сказал, потому что он очень больно кусался. На этом моменте остановился, потому что там уже просто был переизбыток чувств, и, честно говоря, уже полный обосрач, поэтому давайте начинать, и будем надеяться, что сейчас будет полегче, потому что я, честно говоря, вижу, что опять все в воде. Ой, 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 твою мать, ой, открывай, сука, дверь. О, бля, да бьет, беги быстрее, в раскрюшку, он вроде бы, ты. Куда идти, что происходит, мать вашу, ай, блядь. Давай, давай, как кенгуру, прыгай быстрее. Давай, открывай. Хер поймешь, что происходит, бляха-муха, бляха-муха. Ни хрена тебе начало, я, по-моему, не туда-куда-то веду. Открывай дверь. А-а-а-а, сука, не ешь меня. Блядь, убили. Заблокируйте ход, надо дверь за собой закрывать, понятно. Ух, ничего себе начало. Да, так, ладно, давайте, по-новому, в это раз у нас все получится. Давай, открывай. Скачем, скачем, скачем. Да, братюнь. Открывай дверь. Закрывай дверь. Бежим. Ай, бежим, бежим, бежим. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Что ж за керня-то происходит, а? Закрывай. Закрывай. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Блин, она же в этот вид долбится. Давай, 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 братин, давай. Давай, ты можешь. Я знаю, ты можешь. Но молчишь. Давай, 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 пойдем вперед. Блин, ну что ж такое? Зачем нам ж такое играть? Ещё одна дверь. Где-то тут я, по-моему, отъехал в прошлый раз. Давай, открывай. Да, блин, в таких местах, конечно, эту интерактивность протянёшь. Блин, он, по-моему, за мной прям. Фух. Отдалённый залп. Охренеть. Это сразу, блин, с места в карьер называется. Обалдеть. А сейчас чё? Сейчас, надеюсь, хоть поспокойнее будет. О, валим, валим. Вроде всё, да? Вроде поспокойнее. Скотина, дверь ты не умеешь открывать, да? Так, что у нас здесь? Я надеюсь, сейчас на меня ничего не покатится. С них станется, потому что игра такая. Просто, блин, какой-то шок. А вообще, конечно, красиво очень место. Что у нас тут? Так, оттуда у нас сквозняком пробило. Давайте-ка мы пока туда не пойдём, осмотримся. Очень красиво, просто обалденно всё. А это что так? Это что за херня? Можно ладошки пошлёпать по водичке. Но, блин, это какая-то странная статуя. Какая-то многоножка с человеческим лицом. Но, в целом, это производит такое миролюбивое, успокаивающее ощущение. Так, блин, сразу становится спокойно. Так, отсюда я пришёл. Понимаю, что ничего страшного тут произойти не может. Хотя, наверняка, это не так. Так, ну и что? Понятно. Это у нас такая комната отдыха, видимо. Чем-то напоминает комнаты с печатной машинкой в Resident Evil в первых частях. Там такая же успокаивающаяся музыка играла. И музыка играла, и тоже чувствовала себя в безопасности. Очевидные воспоминания. У вас есть поднимающаяся комната. Она отвезёт нас во внутреннее светилище. Да. С её помощью мы легко спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Риджинс парке. Лифт там отвозят на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. И едет он не вверх, а вниз. Вниз. Обнадёживает. Это вот этот лифт. Тут игра у меня почему-то внезапно покрашилась. Но суть в чём. Я, в принципе, ничего больно-то и не пробовал. Я попробовал удёрнуть вот эту штуку. Оказалось, что она не работает. Мне нужно найти способ её запустить. Как в небезызвестном узоре Ктулху я практически недавно очень пытался запустить двигатель корабля. Так тут я пытаюсь запустить двигатель лифта. Я захотел пойти в машину отделения. Но, как оказалось, она закрыта. И нам нужно найти ключ. И, в принципе, тут я пошёл вот так вот наверх. И на лестнице игра у меня почему-то покрашилась на рабочий стол. При этом потерялись записи фрапса. Но, в принципе, несколько секунд это, я думаю, не критично. Хрен бы с ним, как говорится. Очень красиво тут всё, конечно, сделано. Так, и тут у нас кабинет. Пойдёмте в кабинет. Будем искать ключ от машинного отделения. Я надеюсь, я, конечно, правильно пошёл. Но, по-моему, здесь неправильно пойти нельзя. Хотя, не знаю. Здесь у нас закончилась спокойная умиротворяющая музыка. Значит, у нас опять будет что-то страшное происходить. Так, давайте сходим сюда. Да, тут у нашего Даниэля опять начинает болеть голова. Там кто-то шумел, что ли. Или мне показалось. Так, что у нас здесь? Открывай. Здесь у нас трудница. Это хорошо. Трудницы я всегда рад. Тут у нас... Тут у нас... Блин, там кто-то ходит, что ли, я не знаю. Или это сквозняк, так забывает. Здесь у нас, похоже, ничего больше. Давайте выйдем на свет. Всё полегчало нашему главному герою. Тут у нас... Тут у нас что-то непонятное. Давайте сначала эту дверь проверим. Просторное помещение. Заброшенное, конечно. Но очень красиво обставленное всё равно. Настоящий рабочий кабинет. Даниэля становится страшно. Поэтому давайте потратим одну трудницу, которую нашли. Зажжём свет. Кто ж там всё-таки так страшно визжит-то, а? Вдалеке где-то. Или мне кажется. Так, а здесь у нас... Очередные записи. Новые, ребята, нашу методику знаете. Я проматываю. Вы ставьте на паузу, читайте. Я это обязательно прочитаю уже при кодировании видео. А сейчас не буду тратить своё, ни ваше драгоценное время. Потому что вслух читаю я гораздо медленнее. Чем вы читаете про себя. Так сказать. Плино, что это там было? Твою мать. Палутина. Кажись, никого. О, ой, ой. Какого хера? А там я вижу трудницу. Нам, видимо, разбить надо чем-то. Только надо найти, что именно может разбить. Какого хера? Это что, башка собаки? Отделы человеческого черепа. Молоток. Важнейшее открытие анатомии человека. Здесь что, кто-то вью-секцию, что ли, проводил? Давайте почитаем. Понятно. Так, хорошо. А тут у нас что? А здесь, видимо, лежит ключ. Ну, это хорошо. Только сначала мы давайте возьмём лопату. Так, а тут на что? Возьмём. Это что? Опять воспоминания. Посмотрим, что можно сюда взять. Грязновато. Нужно было наточить его. Я чувствую его. Вещество тут есть. Чё он тут делал, блин, а? Это же охренеть. Взяли масло. Инструкция к механизму. Это давайте сразу прочитаем. Установите рычаги, чтобы достичь нужного уровня давления в камере. Манометры должны показывать вверх-вниз, восемь-вниз. Нам нужен троечный стержень. Четырёхфазный стержень колебаний. Стержень парового цикла, который мы нашли. Понятно? Понятно. Это нам явно пригодится. Поэтому это я прочитал сразу. Так, по этой стороне у нас ничего нет. Давайте посмотрим здесь. Здесь тоже ничего особенного. Ага. Ну вот и завал, собственно. Две трусницы. И это хорошо. Это что такое? Это ваза с пеплом, что ли? Я не понял. Давайте посмотрим. Да нет, вроде пустая. Ну да ладно. Давайте возвращаться. Отсюда мы вроде всё взяли, что хотели. Не зря. Далеко не зря я сюда пошёл. Да хоррэ, я слышу. Это очень напоминает мне подобные моменты залу на Уэйка. Там тоже тень постоянно валила в деревьях. Вал не Уэйки вообще, по-моему, а самый натуралистичный лес. Из всех, что я видел. Лес там, это натурально отдельный персонаж. Очень круто сделан. Такое ощущение, что не лес, это живое существо какое-то. Алан Уэйк игра крайне неплохая. Хотя, конечно, довольно-таки тягомотная. Мне она не очень понравилась своей боевой системой. Но, собственно, как игра. Довольно-таки интересный проект. Так, и что? Нам, видимо, остаётся идти во вторую дверь. Сюда. В гостиную. Очередное воспоминание похоже. Дневник пропал. Какой черт он нам понадобился. Так, и что у нас здесь? Опять успокаивающая мелодия, значит. Ничего страшного у нас. Похоже, тут не ждёт. Красивая спальня. Хотя, конечно, в ней бардак, но... Красивая. Так, будем... Да тихо, слышь, не пугай меня. 2 июля. 1830. Французы немедленно отправили туда поисков. Понятно. Ага, что-то там есть. На стойку опиума. То, что пригодится. То, что хорошо. Так, нам, видимо, он туда. Давайте сначала сходим сюда, что ли? Заперто, не открывается. Что тут надо сделать? Найти иной способ открыть дверь в гостиной. Через это никак не пролезть. Видимо, нет. Ну, да ладно. Что у нас тут? Всё заброшено, всё разрушено. Ага. Ломик. Ломик это хорошо. Так, ну давайте по порядку, как опытные следователи, проверять всё, чтобы ничего не пропустить. Здесь у нас ничего в этом шкафу. Давайте его оставим открытым на всякий пожарный. Если кто придёт, мы так вот спрячемся. Тут ничего. Ничего. Так, а в нижнем? И в нижнем ничего. Здесь у нас внутри пусто. Тихо, тихо, тихо. Чё это такое? Нет. Что? Всё мучаешься от кошмара, да? Не могу избавиться от них. Снятся каждую ночь. А не пройду. Вот увидишь. Блин, эти флешбеки начинают напрягать. Звук, когда они только начинают появляться, довольно жутковатый в наушниках. Так можно и перепугаться. Третье июля, 1839 год. 17 мая, в тот день, когда я был зья, продолжил читать. Не понимаю, как такое возможно. Прочтём позже. Хорошо. Так, ну всё, комната, по-моему, полностью обыскана. И больше тут ничего быть не может. Лом я знаю, куда можно применить. Пойдёмте применим. Так, нам нужно тебя выбрать, похоже. И что с тобой делать? Дело Гордона Фримона живёт. Только он был на месте. И побеждает. Так, ну здесь у нас... Кудовая какая-то, что ли? Перекроем дверку. Очередное откровение. Четвёртое июля, 1800. Древний артефакт теперь лежит. Так, и что? Ладно. Слава богу, он здесь. Похоже, тайник действительно неплохой. Блять, там подождите-ка, подождите, подождите. Чё там за звуки? Что это такое? Собственно, и всё. Так, ну выходим. Отсюда к чёртовой матери. И направляемся в машинное отделение. Пока что довольно спокойно после того... Кошмара. Что-то валился. Блин, у меня ощущение, что я там что-то забыл. Но до конца я смотрел, честно говоря, ящики. На всякий пожарный, давайте проверим. Вот здесь у нас что? Здесь ничего. Да, зря проходил. Ну да ладно. О, блять! О, блять!